9 часов 11 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» здесь в этой студии, традиционно во второй части нашей программы. Будем обсуждать события, которые происходят и у нас в Беларуси за ее пределами. Я напоминаю, заходите на сайт sb.by, на главной странице нашего сетевого издания. Есть ссылочка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Сергеевич Гайдукевич. Доброе утро, Олег Сергеевич. Доброе утро, страна. Ну что ж, начнем с приятной, позитивной темы, которая касается нашей страны. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Молодечинский район. На данном этапе действительно мы видим, что президент поставил определенные задачи по развитию садоводства в стране. Вот на ваш взгляд, почему важно сейчас на данном этапе и этому направлению уделять внимание? Потому что по большому-то счету мы видим, что детально прорабатывается достаточно серьезный вопрос. Ну правильно, потому что мы должны меньше зависеть от импорта. Вон, берем сельское хозяйство. Сентябрь месяц сегодня, 20-е числа, конец месяца, тепло. Меняется климат. Он потихонечку, каждое десятилетие меняется. Теплее у нас по-другому уже сельское хозяйство работает. Выращиваем сейчас то, что лет 50 назад и не могли себе представить, что будем выращивать. И президент ставит четкие задачи. Импорт это не всегда хорошо. Мы должны сюда поставлять только то, что реально не можем производить. А если можем, зачем нам это нужно? Яблоки. Правильно президент говорит? Ну что, мы не можем обеспечить страну своими яблоками? Он у каждого на даче осенью, у кого растет сад, не знает, куда их деть потом, если много деревьев. Надо все это делать, заниматься. Огурцы, помидоры. Не только о яблоках президент говорит. Он говорит в целом о садоводстве, о сельском хозяйстве, о том, что надо наращивать производство. О том, что надо уметь хранить, уметь продавать, уметь обеспечивать население всем необходимым, то, что им нужно. То есть, это задача максимум. И если брать глобально, политически, то это касается союзного государства во многом. Посмотрите на карту мира. Что такое союзное государство Беларуси и России? Огромная территория, огромные ресурсы. И почему мы до сих пор что-то покупаем, что могли бы делать сами? Понятно почему. Потому что в 1991 году развалили СССР, предали тогда страну и рассказывали сказки, что не надо ничего производить. Все купим. Весь мир открыт. Все нас любят. И вспомните и 1994 год, когда Лукашенко пришел к власти. Ему с каждой трибуны Верховного Совета депутаты эти, предатели, говорили о том, что не нужны колхозы, не нужны совхозы, не надо заводы. Надо все к чертовой матери убирать, развивать сферу услуг, ставить войска НАТО и нам деньги за это дадут. Вон Украина таким путем пошла, уничтожив и сельское хозяйство, уничтожив и промышленность, уничтожив и собственный суверенитет. Мы этим путем не пошли. Сегодня у нас производства загружены, сельское хозяйство развивается не только обеспечивая собственных граждан продуктовое питание, но и продавая это все на экспорт. Поэтому дальше надо, дальше президент прав, он смотрит в корень и иногда зайдешь в магазин, тоже смотришь там, огурцы дороже мандарин зимой стоят. Почему? Надо разбираться, надо, чтобы этого не было. Задачи стоят. Мы должны обеспечить людей качественными товарами, особенно теми, которые можем сами производить. Кстати, вот если брать глобально, о том, как вообще в принципе нужно решать задачи, прозвучало от президента, что все вопросы нужно решить мгновенно, насколько это возможно. Ведь по большому счету это касается не только сельского хозяйства, не аграрные только вопросы, а в целом. То есть сейчас по большому счету время возможностей, уже не единожды президент об этом говорил. Конечно, санкции, война, давление, это не только вызов, это еще возможность, возможность сделать качественный скачок вперед. И, кстати, во многих сферах мы это сделали, поэтому и здесь надо наращивать. Посмотрите, как взбодрилась Россия после всего, что произошло. Да, это страшно, да, куча вызовов, да, рисков много, но при этом произошла консолидация, мобилизация. Наконец-то перестали верить Западу, наконец-то стали развивать собственное производство, я говорю о России сейчас. А мы должны этим пользоваться, Беларусь, мы пользуемся. Мы сейчас должны укреплять интеграционные связи, что и делаем. Делать ставку на экономику, на создание новых производств, которые будут работать через 10, 15, 50 лет, чтобы мы не зависели. Вот мы сейчас будем делать собственный самолет в Союзном государстве, это же огромный проект. А почему не делали его 30 лет назад, 20 лет назад? Понятно почему, потому что в России закупали это, считали, что будем всю жизнь Боингами пользоваться, что никогда санкции не ведут. Сегодня мы видим, что это не так, что в любой момент нас могут ограничить от каких-то технологий. Посмотрите, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Пейджеры взрывают, телефоны взрывают, рации взрывают. Вот это, кстати, тоже пример неразвития собственных производств, зависимость тотально от западного продукта. Теперь понятно, почему американцы так Китай давят. Они не хотят, чтобы мир был разнообразный, чтобы люди могли пейджер купить и в Китае, и там, условно, на Тайване, который контролируется Соединёнными Штатами Америки. Им надо, чтобы всё на Тайване покупали, чтобы они решали, как будет мир развиваться. Поэтому крайне важно, если брать нашу страну, Россию, союзное государство, вот именно делать ставку на своё, на сохранение своего, на развитие своего. И, кстати, наш президент про это говорил не сейчас. Он про это говорил в 94-м, в 95-м, когда в Москве элиты посмеивались и говорили, да надо нам что, продадим нефть, газ, и всё купим, что захотим, и Запад нам всё продаст. Сегодня уже в России это поняли, Путин это понимает, сегодня Путин делает ставку на суверенную экономику. Фактически сегодня Россия пошла нашим путём. Было бы хорошо, если бы она пошла в 94-м году таким путём, в 91-м. Но элиты были другие, но слава Богу, что сейчас. Тем более, что мы вместе, значит, успех гарантирован. Главное, чтобы наши дети, внуки, те, кто сегодня растёт, помнили это и больше этих ошибок не совершали, а рассчитывали на собственные силы. Тем более, мы самое мощное образование государственное на планете. Союзное государство – это самая мощная сила. Главное – работать. Кстати, то, что касается, опять же, сотрудничества с Китаем. Вот, на ваш взгляд, на данном этапе мы видим, что Беларусь и Китай есть все возможности для продолжения такой поступательной динамики углубления, взаимодействия во всех аспектах. Вот, на ваш взгляд, как двигаться дальше и чем должна быть ознаменована новая глава сотрудничества? Китай нас уважает, потому что Беларусь – суверенное независимое государство. Это основа. Потому что, если брать Европу, например, ну, с кем договариваться Китаю? С Германией договоришься, завтра с Белого дома скажут по-другому. В Брюсселе надавят и всё. И другая абсолютно политика. И мы видим это. Не первый раз такое происходит. Потому что, в целом, бы европейцы хотели с китайцами сотрудничать. Это выгодно, но им не дают. У нас же суверенная позиция. Нам выгодно это. Китай нам близок по геополитическим взглядам. Китай выступает за справедливый мир, за многополярный мир. Это то, что, ну, соответствует нашим геополитическим интересам, политическим интересам. Китай выступает за то, чтобы работало международное право. Чтобы все конфликты в мире, споры решали за столом переговоров. Это тоже наша позиция. Теперь про экономику. А почему нет? Китай мощнейшая экономическая держава. У них многому можно и нужно учиться. Как они сохранили государственный сектор. При этом развивая частный, очень сильно развивая частный сектор. Как надо строить новые производства. Как развивается бизнес. Почему мы не должны с ними сотрудничать? Только идиот в Литве, типа президента Литвы, отказывается сотрудничать с Китаем. Не понимая, что для Китая это плевок на карте. Это Литва вместе с её всеми заявлениями. Ну, разделяем литовский народ и литовскую власть. Поэтому нам это выгодно. И у нас растёт сотрудничество. Мы сегодня поставляем в Китай очень много продуктов питания, очень много различных других товаров. И это, кстати, показатель качества. Потому что поставлять в Китай некачественный товар невозможно. Китайцы очень строго подходят, например, к продуктам питания. Я знаю эту тему, знаю, как долго мы пробивались на этот рынок. Сегодня эта дорога для нас открыта. И следующий вот наш этап развития отношений, особенно после визита премьер-министра практически Китая сюда. Это, кстати, важнейший визит в этом году. Это показатель того, как Китай к нам относится на самом деле. Это ставка на долгосрочные проекты. Об этом сейчас идёт речь. Это ставка на долгосрочное сотрудничество. И я убеждён, что Китай и Беларусь вместе, как бы это так банально фраза не звучала, надолго. Потому что Китай очень долго думает. Но потом, если уже принял решение с кем-то сотрудничать, то это надолго, качественно и эффективно. Поэтому Беларусь уже в сфере интересов Китая. А Китай в сфере наших интересов. И я считаю это очень хорошо. Кстати, вот вы затронули тему союзного государства. Действительно называете таким глобальным объединением. Вот вопрос обеспечения безопасности союзного государства. На данном этапе мы видим, что Беларусь и Российская Федерация намерены надёжно обеспечить свою безопасность. Наши страны последовательно наращивают сотрудничество в рамках единой военной доктрины союзного государства. Вот на данном этапе как вы оцениваете вообще подготовку к новой концепции безопасности союзного государства? Почему это важно? Крайне важно. Потому что на сегодня, я думаю, понимание есть у каждого политика, у каждого военного, у каждого эксперта в сфере безопасности. Что не наступит такого времени, когда нас не захотят уничтожить. Нам всю жизнь будут завидовать до тех пор, пока существует планета Земля. Территории завидовать союзного государства. Богатым природным ресурсам, которых нет ни у кого. Редким земельным металлам, которых нет ни у кого. И населения не так много. Конечно, завидуют им. Хочется у нас всё забрать. Забрать людей умных наших. Забрать наши богатства. Забрать территорию. Расчленить, уничтожить. По той же причине и от Беларуси никогда не отстанут. Потому что до России на западном направлении без Беларуси не добраться. Это аксиома. Пока есть Беларусь, это как Брестская крепость во время Великой Отечественной войны. Вот встанут колом там и будут стоять. Поэтому без нас ничего не выйдет. Пока Беларусь существует как независимое суверенное государство, Россия тоже сильнее гораздо. Поэтому наша концепция национальной безопасности учитывает именно это. Что от нас никогда не отстанут. Второе. Риски. Новые угрозы. Не только военные. Они никогда на прямую военную агрессию не пойдут. Они нас боятся. Сегодня они там всячески избегают военного столкновения НАТО. Теракт, экстремизм чужими руками. Украинцев, поляков готовы подключить, литовцев. Но сами боятся нас. Боятся и будут бояться. Только изнутри уничтожить хотят. Поэтому мы эти угрозы учитываем. Электоральные угрозы. Вот у нас впереди президентская кампания. Не каждые выборы будут пытаться страну разломать. Расколоть. Уничтожить каким-то образом. Использовать выборы против нас. Что в России, что в Беларуси. Об этом, кстати, речь шла президента на встрече с руководителями центральных избирательных комиссий стран СНГ. Надо давным-давно уже понять. Все эти наблюдатели, которые приезжают от международных структур, они ангажированы. Они не хотят, чтобы у нас были честные выборы. Они кричат. Вот в чем ложь? Они приезжают и говорят. Мы выступаем за честные выборы. А сами хотят самые бесчестные выборы в мире. Какие? Чтобы победил только тот, кто ненавидит Россию. Если брать Беларусь. Вот ненавидит Россию. Что хочешь делай? Закручивай гайки. Убирай всю демократию, как на Украине. Расстреливай людей. Сжигай в доме профсоюза. Все. Главное ненавидит Россию. Все. Это самые честные выборы. Вот их принцип. И при этом они кричат. Мы за честные выборы. Как только побеждает. Не только Беларусь. В любой стране человек, который говорит. С Россией воевать не надо. Надо дружить. Все. Выборы бесчестные. Демократии нет. Это пришли либо популисты, либо недемократично, либо лгуны. Как угодно. Вот. Вот угрозы. То есть угрозы они будут создавать нам изнутри. Экономические угрозы тоже понимаем. Всегда будут санкции. Всегда будут пытаться ограничивать наши товары. Пытаться мешать нам зарабатывать деньги. Это всегда будет. Никто из них нас не полюбит. И не надо. Не надо, чтобы они нас любили. Надо, чтобы боялись и уважали. И не лезли в наши дела. Мы лично настолько уникальный народ. Белорусы, россияне. Мы никому угрожать не собираемся. И никогда не угрожали. Мы хотим, чтобы к нам не лезли и не ссывали свой длинный нос в чужие дела. Спасибо огромное. Кстати, в завершении первого нашего блока. Еще одна тема, которая касается союзного государства. Развитие транспортной инфраструктуры союзного государства. Мы видим, что сейчас ведется такая скоординированная работа России и Беларуси по развитию транспортной инфраструктуры. Уже ожидается, что к концу 26-го года оборот белорусских грузов через порты России превысит 20 миллионов тонн. Вот для наших стран, что означает сотрудничество в развитии транспортной инфраструктуры? Ну, это значит укрепление экономики. Это основа. Там Литва пусть вспомнит, что они там кричали. Что кричал президент Литвы? Нам не надо Клапецкий порт, чтобы белорусы и россияне там грузили. И что с твоим Клапецким портом? Это же и адиотическая политика, предательство собственных национальных интересов. Это я говорю о литовской власти. А мы, естественно, говорим, что если Литва закрыла порт, значит будут другие порты. Так и произошло. Вот прошло несколько лет после того, как они нам ограничили возможности и убрали возможности перевозить грузы через Клапецкий порт. Что произошло? Новые порты. Вернемся мы в Клапецкий порт? Нет. Вернемся мы в Клапецкий порт. Он еще всегда был. Почему нет? Почему мы должны бояться это говорить? Поэтому мы вернемся в Клапецкий порт на своих условиях уже. А новые порты в России, новые транспортная инфраструктура, это деньги в бюджет, это развитие экономики, это увеличение товарооборота, это новые возможности. И, кстати, мы еще очень много не реализовали в этой сфере. Мы только начинаем сейчас, надо увеличивать количество вагонов, если говорить о железнодорожных перевозках, это тоже дело не одного дня. Логистику еще больше развивать в разные направления. И это будет происходить. Потому что сегодня самое главное, что лидеры наших стран, Лукашенко, Путин, они четко поставили задачу правительствам, законодательным органам в этом направлении работать и все делать, чтобы это развивалось семимильными шагами. Так и будет. Спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, короткий выпуск новостей, прогноз погоды, а затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами. 9 часов 30 минут в Беларуси. Это только шоу-будни. Продолжаем в этой студии обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Олег Сергеевич Гайдукеевич. Олег Сергеевич, продолжаем обсуждать темы, которые действительно волнуют каждого. Уже говорили о союзном государстве, говорили о вопросах безопасности. Но сейчас на данном этапе хотелось бы, наверное, еще раз затронуть выступление президента на торжественном, замечательном мероприятии, которое прошло в День народного единства, которое касается, опять же, Третьей мировой войны. Да, уже мы видим, что прошел достаточно такой небольшой промежуток времени, но очень обсуждают те заявления президента, которые он озвучил. Что, на ваш взгляд, происходит и почему глава государства в очередной раз предостерегает не только здесь страны на нашем континенте, но и весь мир от начала Третьей мировой войны? Ну, я хочу напомнить фразу президента, которая больше всех, ну, всех, как это, взволновала. Но она очень правдива, честна, откровенна и отражает суть вещей. Президент сказал, нападение на Беларусь – это начало Третьей мировой войны. Перевожу, вот уже много перевели, еще раз переведу для всех. Не получится втянуть войну одну Беларусь или Польшу только. Вот Беларусь или и Польшу, например, вот как кто-то с экспертов прогнозирует. Нет, вся Европа будет полыхать. Вся, Германия, Франция, Австрия, будете мобилизацию проводить. И у вас все на кораблях будут уезжать в Австралию, в Новую Зеландию. Вся Европа будет разбегаться. А мигранты пойдут, возьмут палки и будут бить Макрона и всю эту шушеру, которая вначале уничтожила страны Ближнего Востока, а потом, значит, развязала войну в Европе. То есть полыхать будет вся Европа. Президент об этом предупреждает. Кому это надо? Американцам, которые мечтают, чтобы к ним ракеты не летели, чтобы у них войны не было. А в Европе была война. Зеленский об этом мечтает. И его окружение, шушера. Почему? Две выгоды. Первое. Продолжать зарабатывать деньги на этой войне. Никогда Россию они не победят. Это сказка. Но это продолжение войны. Это деньги. Это новые поступления. А второе. Разделить ответственность еще больше. Им придется рано или поздно отвечать. Зеленскому. Всем, кто вокруг него сидит. За то, что они положили в могилы столько людей. За то, что уничтожили страну. За то, что развязали эту войну. Они хотят, чтобы с ними сидел потом на скамье подсудимых Шольц, Макрон и все остальные. Чтобы разделить ответственность. Размыть ее. Чтобы не только киевский режим за это отвечал. А вся Европа. Им нужна большая война. А президент предупреждает. Упаси Господь. Не делайте этого. Почему? Потому что первое. Американцы ошибаются. Если думают, что к ним не прилетит. Если они думают, что это их не заденет. Заденет. Это будут страшные и катастрофические последствия. Полетит и Вашингтон, и в Нью-Йорк, и в Берлин, и в Варшаву. Это страшно. Это надо избежать. И сегодня Лукашенко, Беларусь спасает Европу от большой войны. Тем, что мы проводим грамотную миролюбивую политику. Что мы не подаемся на провокации. Что мы обсуждаем на совещаниях с президентом. Яблоки. Яблоки. Так вы радуйтесь, что президент не войны обсуждает. Обсуждает сельское хозяйство. Промышленность. Но это не значит, что мы не думаем о войне. Мы просто все делаем, чтобы ее не было. А второй способ, как мы избегаем этой войны. Это то, что мы увеличиваем свою военную мощь. И будем продолжать это делать. Теперь, как понятно вот в этом году. Мудрость решения президента о размещении ядерного оружия. Ведь тогда кто-то сомневался. Зачем нам это надо? Для чего? Так вот, если бы тогда не разместили, сегодня бы уже летели ракеты на Беларусь. Уже бы они меньше боялись. А единственное, что спасает от войны, это их страх о том, что получат ответный удар. Не было бы этого страха, ничего бы не было. Как и американцы сегодня сомневаются. Как поступать по Украине? Как поступать по России? Они боятся не войны в Европе. Они боятся не того, что будет полыхать Париж и Берлин. Они бы радовались этому. Экономика будет американская расти. Они боятся, что будет полыхать Вашингтон. Это единственное, чего они боятся. И президент предупреждает весь мир, что надо это останавливать. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Вон, что на Ближнем Востоке происходит. Ничем хорошим это не закончится. Весь мир может полыхать. Поэтому сегодня надо бороться за мир. И вот те, кто говорит о мире в Европе, они борются за войну. А Беларусь как раз-таки борется за мир. И всегда боролась. Потому что мы не развязали ни одного конфликта, ни одной войны. Это доказательство правдивости нашей позиции. Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Еще одна тема. Во Франции утвердили новый состав правительства. Уже появляется информация о низкой поддержке президента Франции Эммануэля Макрона. В районе 25% самый низкий уровень за достаточно длительный период. Что происходит в электоральном поле? Как и во всей Европе. Как и во всей Европе во Франции. Меньшинство управляет большинством. Когда анализируют эту коалицию, там нет ни представителей партии Мари Люпен. Нет представителей левой партии, которая тоже заняла очень хорошие позиции на выборах. Макрон сформировал правительство под себя. Его называют самым правым правительством. С одной стороны, за 10 лет истории политической Франции. А с другой стороны, все констатируют, что там все сторонники Макрона. Но этому правительству будет очень тяжело работать. Оно не добавит единства во Франции. Потому что у французов есть четкий запрос, который они сказали на выборах. И высказали его в кабинках для голосования. Что надо оканчивать войну. Надо, чтобы заняться мигрантами. Надо решить экономические проблемы. А как без отмены санкций в отношении России и Беларуси решить экономические проблемы Франции? Отвечаю. Никак. До тех пор, пока Европа вводит санкции в отношении России и Беларуси. До тех пор, пока не следует курсу Белого дома. Никак экономические проблемы французов не решатся. А не решатся, когда дешевый российский газ пойдет. Нефть, когда Россия и Беларусь откроются для европейских товаров. Когда закончится этот бред в виде санкций и ракет, которые они поставляют на Украину. Когда они реально займутся причинами миграции. Тогда начнутся решаться экономические проблемы французов и всей Европы. А до этого момента этого не будет. Поэтому ничего новое правительство не решит. Оно усугубит кризис во Франции. Рейтинг Макрона продолжит падать. И ждет Франции еще не один политический кризис. Кстати, то, что касается миграции. Вот опять же, напомню, 16 сентября в Германии на всех внешних границах страны введены контрольные меры, которые призваны предотвращать незаконное пересечение границы и усилить безопасность. Помогут ли? Никогда не поможет. Ничего. Это популизм. Популизм канцлера Шольца, который потерял поддержку немцев, которые уже устали от преступности, устали от этой миграционной политики. Они, немецкие власти, видят популярность партии «Альтернативы для Германии» и пытаются у них забрать очки, проводя вот такие популистские жесты. Ничего это не решит. Полякам не поможет никакая стена, никакие купола, никакие рвы. Мигранты – это дождь. От дождя не спрятаться. Это сказка. Дождь всегда найдет, как пройти. Американцы наступали на эти грабли. Они копали, то есть стену строили. Там мигранты в Мексике рвы рыли. Как шли мигранты, так и будут идти. Надо искать корень проблем, корень причины. Пока его не решить, ничего не будет. Полыхает война на Ближнем Востоке. Сейчас есть риск эскалации, огромный риск, который затронет еще больше стран. Будут мигранты? Еще больше. Европейцы, очнитесь, сходите в ООН, наконец-то. Выкиньте этого представителя США оттуда и заставьте проголосовать за мир. Примите какие-то решения на Ближнем Востоке. До тех пор, пока там война, к вам будут идти мигранты. Вот сейчас они Ливан задели. Если, не дай бог, дальше пойдет, как домино, миллионы придут в Европу и сметут эту власть, ненавистную к чертовой матери через несколько лет. Чем через 10-15 уже прогнозы дают. Скоро мусульманские партии будут. Голосовать будут одни мусульмане. Европейцы, очнитесь, что вы творите с континентом. Поэтому ничего не спасет Германию, ничего не спасет Францию. Надо искать корень миграционных проблем. О чем говорил, кстати, наш президент. Корень война. Вы Ближний Восток взорвали, хотите с миграцией бороться. Остановите войну, не будет миграционного кризиса. Кстати, то, что касается Европы, мы видим, что есть там достаточно такие уже серьезные проблемы. Олег Сергеевич, на ваш взгляд, устала ли Европа от Украины, готова ли согласиться даже на плохой мир? Все устали от Украины, кроме тех, кто зарабатывает на этом деньги. Вот сидят эти в Белом доме, деньги в карманы складывают, что им уставать? Еще несколько месяцев войны, еще год войны. Вот уже прогноз дали американцы военные, что 26-й год, 27-й. Почему они такие прогнозы дают? Они считают деньги. Они уже положили в бюджет, что они заработают. Они не хотят остановки войны. Представьте, он уже в блокноте, на калькуляторе посчитал, сколько они заработают за 25-й год войны, за 26-й, за 27-й. А тут ему говорят мир. Какой мир? Еще война, еще деньги. А Европа что на этом зарабатывает? Ничего. Теряет, конечно, устали. Все устали, кто на этом не зарабатывает деньги. Все, кто зарабатывает, Зеленский, Кличко, все те, чьи дети никогда воевать не пойдут, а будут продолжать покупать новые машины и особняки, они не устали. Им хорошо. А вот украинский народ, который погибает, он устал. Им нужен мир. Белорусы, которые хотят мира в регионе, они устали. Россияне, которые никогда войны не хотели, они, да, хотят переговора мира, но на равных условиях, с уважением России. А европейцы, тем более, потому что они от этой войны только потеряли. Не укрепились, ничего не сделали, ничего не решили, только теряют. Поэтому, естественно, все, кто не зарабатывает деньги, все устали. Кстати, а что будет в политическом поле? Потому что мы видим, вот говорили уже вскользь, что низкий уровень, да, поддержки президента Франции Эммануэля Макрона, опять же, история в Германии, которая удивила достаточно многих. Что будет происходить в политическом поле и будет ли происходить? Будут закручивать гайки диктатуры европейской, брюссельской, олицетворением которой является Урсула фон дер Лин, ну, такая вот, это пример нового фашизма в 21 веке. И будут закручивать эти гайки диктатуры до тех пор, пока где-то не рванет. А рвануть может очень сильно. Они историю пусть учат. Нельзя народ закручивать так сильно, нельзя. Сегодня они, каждый избирательный цикл в Европе закручивают гайки. Они наплевали на мнение людей на выборах в Европарламент, сколько миллионов проголосовало против войны. Они вышли на следующий день после выборов и сказали, все будет как прежде. Поэтому будут закручивать дальше диктатуру, убирать свободу слова дальше, уже убрали дальше некуда. Уничтожать политические свободы, уничтожать институты народовластия для того, чтобы контролировать ситуацию и чтобы проводить ту политику, которая выгодна сегодня Белому дому. А Белому дому выгодно ослабление Европы. Поэтому либо они начнут слушать народ и менять власть, либо будет хуже. Ну и в завершении программы еще одна тема. Хотел бы, чтобы вы с первых уст рассказали о Конгрессе Патриотических сил, который прошел в Минске в этом месяце. Вот опять же, представители многих стран присутствовали на форуме. Мы видим, что на данном этапе опять же был колоссальный интерес к этому форуму. Расскажите, вот на данном этапе уже знаете такое послевкусие, но я уверен, что это важное событие. Хочу сказать, что первое, кто может быть не знает, действительно в Минске Либерально-демократическая партия Беларуси провела Конгресс за мир и развитие. Приехало огромное количество европейских гостей. Австрия, Германия, Франция, Польша, Украина даже. Это не просто представители, это представители политических партий, депутаты. Словакия, Болгария, Сербия. Мы приняли решение, что такой конгресс будет проходить каждый год. Говорили о мире, люди, многие впервые увидели Беларусь, им импонирует позиция нашего президента, его миротворческие усилия. Это те, кто хочет в Европе нормальных отношений с Беларусью, Россией, без санкций, о бизнес, торговле. Такой конгресс будет проходить каждый год. Более того, мы приняли решение о создании президиума по предложению польской стороны, постоянно действующего между конгрессами, куда вошли представители всех стран, которые были на конгрессе. И первым решением стало приглашение на наблюдение за президентскими выборами в 25-м году представителей Европы, тех политических сил, которые поддерживают Беларусь. Они объективно оценят выборы, они хотят посмотреть еще ближе нашу страну. Это еще один показатель того, что у Беларуси много друзей в Европе. На самом деле, что Европа очень разная, что большинство народа там хочет мира и нормальных отношений. А еще это доказательство авторитета нашего президента и страны. Поэтому мы будем дальше делать, чтобы голос Беларуси звучал, и будем бороться за мир, как делает наш президент. Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании сбыточка.бай на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио, 17 до 19.00. В гостях у нас будут депутаты Балата представителей Национального собрания Республики Беларусь, Олег Сергеевич Гайдукевич. Олег Сергеевич, спасибо вам огромное за эти разговоры. Всем отличного дня и отличной рабочей недели. До встречи в буднях.